В следственном изоляторе номер один кресты Санкт-Петербурга состоялось расширенное заседание Общественного совета при УФСИН. В марте этого года был сформирован его новый состав и выбран председатель. Им стал народный артист России, музыкант и поэт Александр Розенбаум. Мероприятие, проводимым под руководством начальника УФСИН Северной столицы Игоря Васильевича Потапенко, приняли участие известные деятели науки, культуры, образования, представители общественности и СМИ. Открыл встречу торжественный концерт. Начальнику УФСИН по Санкт-Петербургу и области Игорь Васильевич обратился к гостям с приветственным словом. Хотелось бы пожелать своим сотрудникам, прежде всего сотрудникам крестов, потому что на ваши плечи очень серьезная ноша, легла три с половиной года назад. Пожелать вам здоровья, вашим семьям, терпения, всего-всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, поблагодарить наших уважаемых друзей, уважаемых граждан нашего великого Санкт-Петербурга, за то, что они вот спонтанно для нас, для тех, кто находится в крестах, будь то сотрудники или временно находящиеся в этих стенах, организовали такое прекрасное мероприятие. Спасибо вам. Свои выступления собравшимся подарили народный артист Российской Федерации, оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло, заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Половцев, народный артист России Александр Розенбаумов. Зрителями масштабного концерта стали не только сотрудники изолятора, представители общественного совета, гости, но услышать выступления артистов смогли и осужденные отряды хособеспечения учреждения, подследственные и обвиняемые, находящиеся в данный момент в изоляторе. В общей сложности, благодаря установленной акустической системе, концерты услышали 4000 человек. Я помню давно, учили меня отец мой и мать, лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Они до сей поры с времен тих дальних летят и подают нам голоса. Не по тому, и так часто, и печально, мы замолкаем, глядя в небеса. Продолжилось мероприятие заседанием членов совета, на котором участники обсудили главные вопросы и задачи, стоящие перед уголовной исполнительной системой, а именно социальная защищенность сотрудников, повышение престижа службы, взаимодействие с различными институтами общества, Кроме этого, был выдвинут ряд предложений по развитию деятельности совета, направленные на помощь и ресоциализацию осужденных. На данный момент план охватывает и осужденных, и сотрудников. Здесь 10 страниц. Вы сможете прочитать, задать какие-то вопросы, и в каком-то уже рабочем порядке мы могли бы встретиться и обсудить участие каждого из вас. В рамках встречи члены общественного совета под руководством начальника УФСИН Игоря Васильевича Потапенко провели обход всех объектов следственного изолятора Кресты, после чего в торжественной обстановке были вручены удостоверения новым членам общественного совета, куда вошли солист Мариинского театра Василий Герелла, ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Евменов, президент телеканала ТБН Виктория Никитинашин, а также ряд деятелей культуры, представителей общественности. Егор Козлов, Анна Фёдорова, Мажит Булатханов. Новости ТБН.